Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект рок-энциклопедия от Ай до Зай. И сегодня мы узнаем о таком музыканте, как Джерри Раферти. Сын ирландца и шотландки Джеральд Раферти родился в Пейзли 16 апреля 1947 года. На становление музыкальных вкусов Джерри оказали влияние католические песнопения, народные мотивы и эстрада 50-х. К 1968 году молодой человек уже прилично играл на гитаре и пел, а также сочинял собственный материал. Раферти всерьез подумывал о профессиональной карьере музыканта, как тут на его пути повстречался Билли Коннолли, в будущем известный комик, а в ту пору участник дуэта The Humble Bumps. Джерри сыграл ему несколько своих песен и, произведя очень хорошее впечатление, уже спустя несколько дней был принят в группу. The Humble Bumps быстро пошли на подъем и снискали успех у британской публики как на сцене, так и в записях. Однако с ростом мастерства Раферти и отработки его уникального стиля начались трения между ним и третьим участником проекта, гитаристом Тимом Харви. Последнему пришлось уйти, а Билли и Джерри, увеличив состав Humble Bumps до секстета, еще некоторое время продолжали работать вместе. Несмотря на то, что популярность команды росла, Раферти не нравилось, что на концертах шутки Коннолли отнимают все больше и больше времени, и он решил пойти собственным путем. Так, в 1971 году Джерри выпустил первый сольник «Can I Have My Money Back». Звучавший на пластинке мелодичный фолк-поп привлек внимание критиков, однако публика осталась к нему равнодушна. В записи диска участвовал друг Джерри, вокалист Джо Игганс, которым он вскоре организовал проект Steeles Will. Музыканты планировали сделать из группы британский ответ «Crosby Steeles Nation Young», однако, несмотря на хороший потенциал и невероятный успех сингла «Stuck in the Middle with You», бесконечные кадровые перестановки загубили дело. В 1975-м команда распалась, а еще три года Раферти потратил на судебные разборки с бывшим менеджментом. Лишь покончив с тяжбами, музыкант смог заняться своим любимым делом и подготовил материал, легший в основу его самого знаменитого альбома «City to City». Записанный с участием продюсера Хью Мерфи, который трудился еще над «Can I Have My Money Back» и заряженный изысканным семидесятническим поп-роком, диско брел небывалый успех не только в Англии, но и возглавил заокеанский хит-парад. Основной виновницей торжества стала песня «Бейкер-стрит», а точнее звучавшая в ней саксофонное соло от Рафаэла Рейвенскрофта. Но и такие треки, как «Ride Down the Line» и «Home and Dry» также получили достаточное количество эфиров. К удивлению многих, Раферти, предпочитавший затворнический образ жизни, отказался гастролировать в Америке, и это потом отразилось на снижении продаж его последующих пластинок. Если интимно-романтический альбом «Night Owl», подкрепленный хитовым заглавным треком и угодившим в топ-30 синглом «Get It Right Next Time» побывал в британской горячей десятке и собрал в Америке платину, то работа с «Nex and Ladders», на которой музыкант обратился к социальной тематике, уже не могла похвастаться такими результатами, хотя в Англии ей досталась пятнадцатая строчка. В итоге, когда лейбл United Artists, где был подписан Раферти, поглотил концерн EMI, артисту не предложили переоформить контракт, и ему пришлось искать другое пристанище. Выпустив на фирме Liberty полнометражку Sleepwalking, отличавшуюся от предшественниц наличием синтезаторов и драм-программинга, Джерри на долгое время исчез из виду. Его новая работа «Notes and South», отмеченная отказом от предыдущей синтетики и некоторым влиянием «Dire Straits», вышла в 1988, однако публика не проявила к ней большого интереса. В начале 90-х музыкант, вспомнив старые денечки и воссоединившись с Иганом, записал еще пару дисков. Причем на «On a Win and a Prayer» воткнул в трек-лист несколько вещей стиля Свил, а на «All of My Head» поместил ленноновский кавер «Out the Blue» и взятый из репертуара Humblebombs ремейк «Her Father Didn't Like Me Anyway». Критики встретили работы довольно тепло и дружно разглагольствовали о возвращении в форму, но о возрождении былого коммерческого успеха говорить не приходилось. В 2000 году вышел записанный с гостевым участием Марка Нопфлера шикарный альбом «An At The World». Звучавший очень современно и распространявшийся Раферти через собственный веб-сайт, полнометражник остался преступно недооценен широкой публикой, и Джерри пропал из поля зрения почти на 10 лет. Последней работой музыканта стал диск «Life Goes On», на котором находились только шесть свежих оригинальных треков, а также серия каверов и новых обработок старых вещей. В конце нулевых на фоне застарелого алкоголизма здоровье Раферти пошатнулось, а 4 января 2011 он скончался от печеночной недостаточности. В 2021 году вышел альбом «Rest in Blue», который на основе демозаписей своего отца доделывал дочь Раферти Марта. Раферти Марта. Раферти Марта. Раферти Марта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...